Я должен сказать в самом начале, что мне кажется, что экспертное мнение сейчас никому не нужно. Мы собираемся уже второй стол, круглый, низкий вам поклон за это. Но то, что мы здесь обсуждаем на таком высоком уровне, мы говорим об этике, мы говорим о здравом смысле, мы говорим о научных выкладках, это никому не нужно. Если мы год назад могли еще думать, что те, к кому мы обращаемся, что-то недопонимают, то сейчас-то мы уже видим, что они все понимают. Им просто наплевать на то, что им говорят. Вот, простите, я одну короткую, буквально цитату. Ее приписывают первому ректору школы экономики нашей. Вот, послушайте. 71% населения России не нужны государству и мешают модернизации. Они не владеют английским языком, имеют отличный от западного тип поведения и лишены возможности участвовать в инновационном процессе. То есть, что это такое? Это значит, что большая часть населения, подавляющая большинство населения нашей страны, да, я думаю, и мира тоже, в первую очередь России, вынесен смертный приговор. И он приводится в исполнение. А мы с вами про этику, про здравый смысл. Мы приводим статистику. Я о своих тоже могу рассказать, она тоже страшная. Мне, может быть, легче произносить вот эти слова, потому что я человек абсолютно внесистемный, я частный практикующий врач. Но я знаю, что происходит с моими пациентами, я знаю, что происходит с нашим обществом, я вижу. И мне, как врачу, все больше хочется переходить на военную терминологию. Мы же видим, что идет война. Война жестокая, беспринципная, с отменой этики, с отменой нравственности. Она отменена, здравый смысл отменен. И мы имеем дело не с какими-то просто жадными проходимцами. Мы имеем дело с какими-то обезумевшими маньяками, с которыми разговаривать на языке интеллигентном нельзя. Уже нельзя. И вот вы говорите, что как общество наше устоит? Да никак. Никак. Если сейчас что-то такое, что мы сами не знаем, не произойдет, то нас ждет очень плохой сценарий. Я прошу прощения, но ведь вы же дали потрясающий рецепт. Я видела ваше выступление с обращением. Как нам все это остановить? Да, я этим закончу, если вы позволите. Но действительно, если вот все останется так, как есть, если мы будем предоставлены сами себе и будем продолжать интеллигентские разговоры, знаете, как с пьяным матросом, который захватил власть, который стреляет интеллигенту в рот из Маузера, то тогда, конечно, у нас все будет плохо. Мы сейчас должны обращаться не к правительству. Судя по всему, правительство вольно или невольно выступает на стороне врага. Как, впрочем, и администрация Русской Православной Церкви, как это ни жаль. А к главнокомандующим. Мы должны переходить на этот язык разговора. Вот мы с вами. Хватит. Мы уже все цифры выложили, экспертные мнения все высказаны. Они проигнорированы полностью, они никому не нужны. Поэтому мы должны обращаться к нашему президенту, как к главнокомандующему, и просить его о том, чтобы он вспомнил, кто он такой, и чтобы он занялся спасением страны нашей. Вот как Александр Сеевич сказал. Иначе нам конец. Мы видим, куда все идет. Мы же не глупые люди, мы же не только эксперты в своих областях. Мы же что-то можем обобщать, правда? И подняться немножечко над своей профессией. И мы видим, что сейчас все движется к очень серьезным переменам в мире. И вероятно, если Россия не сойдет с дистанции, то Россия может сойти вообще с исторической арены. И вероятно, нас ждет что-то очень серьезное. какие-то серьезные перемены, как это было в начале 20 века. Может быть, нас ждет смены общественно-экономической формации со всеми вытекающими последствиями. Я не знаю. Может быть, сейчас, как знаете, говорят, если на сцене висит ружье, то во втором акте оно обязательно выстрелит. У нас очень много оружия. И не исключено, что когда-то придется за него браться, за оружие. А как защищать страну? Каким образом? Знаете, есть такой поэт замечательный, Николай Зиновьев. У него есть такие стихи короткие. «Была победа над врагом, в ней, потеряв родного деда, я говорю, смотря кругом, нужна еще одна победа. Чей гнев я знаю, вызываю и с той, и с этой стороны. Но не к войне я призываю, а ко спасению страны». Вот мне, как человеку верующему, может быть, не стоит вдаваться в пессимизм, потому что я знаю, что все, кто это придумали, всю эту историю, они не учли самого главного фактора. Главным действующим лицом исторического процесса является Бог. И вот мы, как общественность, сейчас должны оказаться перед ним лицом к лицу, все, мы уже оказались, нам больше не на кого надеяться, только на него. И взмолиться. И он эту проблему решит легко. Мы не знаем, как, но он всегда эти проблемы решает тогда, когда критическая масса общественности начинает об этом просить. Может быть, и нам тоже пора, как специалистам, браться за молитву. Благодарю за внимание. Спасибо за слово. И не только нам надо браться за молитву, а и нашему главнокомандующему тоже не помешало бы браться за молитву всем нашим кесарям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!